Еще задолго до открытия возле нового центра Плаза начинают собираться жители и гости района. Детей развлекают клоуны для гостей праздника постарше, викторины и розыгрыши призов. И вот главный момент. Руководители торгового центра и почетные гости разрезают символическую красную ленту. Тут же новый торговый центр заполняют тысячи человек. Открытия Плазы они ждали с нетерпением. Ведь ни для кого не секрет, что район давно нуждался не только в торговом, но и развлекательном центре. Плаза объединила в себе и то, и другое. Здесь очень много собрано брендов. Если перечислять, то огромное количество. Самая главная задача была организовать не только какой-то магазин, шоппинг-центр, но и организовать досуг. Здесь шесть кинозалов. Серьезная компания киносети их открывает. Буквально через месяц-полтора уже будут они запущены. Помимо кинотеатров в Плазе будут работать кафе и рестораны и игровые комнаты для детей. В строительство торгового центра вложили немалые средства. Инвестором выступил первый чешско-российский банк. Его представители тоже побывали на открытии и увиденным остались довольны. Мы очень рады, что с партнерами мы можем принимать участие в финансировании, что участвовать в создании такого знакового центра для города Сочи, для Адлера. И думаем, что это будет знаковый центр между олимпийскими объектами, которые здесь построятся. Это самый центр, и автобусы, и перекресток, маршруток. По-моему, лучше нельзя было придумать. Кроме того, рядом с торгово-развлекательным центром Плаза откроется и новый бизнес-центр. Это больше 10 тысяч квадратных метров офисных площадей. Здания расположены возле нового века. И вместе с уже полюбившимся жителем района торговым центром будут составлять единый комплекс. Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.